приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы отвечаю записала себе несколько вопросов собралось по луку нужно ли лук заваливать вложить когда вот уже перья становится чуть-чуть желтыми и когда я это делаю я вам сразу честно скажу я это не делаю хотя это делали моя мама и моя бабушка вот они имели смотрите вот этот лук я в мае правда посадила поздно семена дешевые и я вижу что ситуация вот такая что надо садить и было как раз распродажа своеобразная вот этот лук из этих луков которые выращивали мои родители и бабушка и уже это даже после страшного града который резал все подряд вот такие луковички формируются нужно будет уже посыпать еще полить вот и здесь я ничего не делаю кроме того что вот дожидаясь вот сейчас мы подойдем а вот идем дальше вот поэтому смотрите вон целый а вот он сам когда начинает созревать вот сам ложится почему я сейчас это не делаю хотя родители это делали бабушка была другая температура не было вот этой сильной жиры резких перепадов если если сейчас вот насильно заваливать положить этот лук получается что вот здесь где вот переживается и высокая температура я уже это заметила при высокой температуре вот здесь варится вот это место и получается что вот эти питательные вещества которые здесь есть лук же вначале у нас растут корни потом вот вот эти перья зеленые а затем при созревании вот с этих перышек направляются все питательные вещества луковичку формируется если я вот так сделаю переломаю питательные вещества туда не попадут и лук естественно не вырастет поэтому я не ломаю не заваливаю не ложу вот он сам ложится но вот это из таких простых луков обычных сейчас мы пойдем я покажу я уже стала выращивать иностранные сорта лука и мы вот это у меня иностранные сорта лука я буду отдельно о них рассказывать пока не называю смотрите что сделал град но здесь луковички себе продолжают созревать и ну конечно если дождь будет она попадет внутрь но этот иностранный лук так устроен что до туда она не пойдет вот эта жидкость вот это все очень плотненько такое и лук вот эти сейчас питательные вещества все идут в луковицу вот они луковицы уже а вот рядышком это что же этот же голландский сорт они сами себе когда готовы они сами легонечко не пережимаются а все питательные вещества попадают у луковичку и созревают вот смотрите здесь зелененький еще вот он сам себе вот ложится я его наглым образом то есть искусственно вот не переживая он сам себе выбирает вот это положение и естественно выбирая это положение вот он себе созревают вы смотрите уже луковички здесь ничего не попало здесь хорошее вот такое засыхает я жду чтобы он высох но снова же это особенность нашего климата жаркого климата хотя сейчас очень много уже регионов становятся очень жаркими вот смотрите там уже нету на корешке вот этих корешков вот этот лук уже будет выборочен и сегодня знакомо поэтому я буду собирать его но скорее всего завтра потому что уже сейчас горячие горячие нельзя собирать снимаем мы в обед и вот этот лук уже можно собирать и складировать в тень в прохладу для того чтобы он дальше доходил и где-то месяц он у меня лежит ну и сразу же отвечу на вопрос по поводу того когда собирать лук у нас есть лунный кариндарь можно забирать лук во все дни и кроме гнилых дней так называемых для сбора вырожая это не стихия воды и дева вот эти знаки не подходят для сбора лука лука любит знаки стихии земли знаки стихии огня и воздуха у нас есть на канале каждый месяц календари для сбора урожая поэтому идите в плейлист так называется у нас плейлист лунный календарь на каждый месяц все это у нас есть ну естественно если зеленый лук идут дожди тогда нужно обязательно собирать лук не получается вот так дождаться чтобы он высох тогда собирает лук уже начинает созревать луковицы набрались уже питательных веществ естественно тогда его собирают складирует тоже прохладное сухое помещение для того чтобы он дошел и все питательные вещества дошли именно в луковицу но вот это такие условия которые нужны для того чтобы лук прекрасно хранился снова же все обязательно да еще перед тем как собирать лук за где-то за неделю минимум максимум 10 дней его не поливаем но если дождь конечно прошел у нас так дождь прошел и через пару дней уже сухо вот это было у нас четыре дня назад ливень целый час почти что и сегодня у нас вот сухая уже вот пожалуйста в ямке сухая земля все зависит от региона вот так вот мы насильно искусственно не заваливаем лук и почему мы не заваливаем мы вам об этом рассказали а мы это раиса горяченко александр волик мы сегодня подготовили это видео ответим на ваши несколько вопросов которые связаны с уборкой лука я вам объяснила почему мы не заваливаем потому что в жарком регионе это не делается это плохо для лука он потом плохо хранится и портится но естественно правило это не поливать перед сбором урожая и собирать благоприятные дни ну что ж мы прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого самого доброго хорошего урожая лука и естественно в хорошие дни собирайте пока пока что живите видео но и и и и и Продолжение следует...